Так уж повелось, что у нас на канале Old Dutchman последние месяцы Все видео, в основном все видео, выходят раненько утром в 8 часов Поэтому всем добрейшего утра на канале Old Dutchman Кому кофейку, кому чайку, кому чего покрепче, кому просто молока диетического Это уж на ваше усмотрение, на ваш взгляд Сегодня я хотел бы с вами поговорить о такой тенденции на ютубе в первую очередь Как попытки выставить себя экспертами, не важно в чем, не важно в каком виде спорта И попытаться унизить тех людей, которые чем-то занимаются Сразу говорю, есть хорошая такая фраза Вас пытаться унизить будет тот, кто делает меньше вас Тот, кто делает больше вас, никогда вам слова не скажет Это раз Второе Сегодняшнее поколение молодежи, вот эти 20-летние, 30-летние Они выше, вернее тяжелее ручки или тяжелее сотового телефона Ничего в руки-то не брали Они даже не знают, с какой стороны подойти к гантели или к штанге И когда им говоришь, что есть лавочка, которая можно из горизонтальной сделать наклонную Да ты что, дурак, таких не бывает Этот тренажер стоит несколько тысяч Ну, во-первых, такой тренажер стоит несколько тысяч Лавочка такая стоит, самая дешевая, по-моему, стоит около сотни Подороже, как вот, допустим, я занимаюсь с подставками для ног И можно делать различные наклоны угла вот этой вот спинки Такая лавочка стоит, естественно, дороже Но этим людям этого не объяснишь Так вот К чему я это говорю Лет 10 назад у нас на работе был один парнишка На тот момент ему было 33, где-то так вот Парень из Турции Такой под жар и все И вот он хвастался, что он занимался по программам Фрэнка Медрано И вместе с ним занимался Я не знаю, как он мог с ним заниматься По-моему, Фрэнк Медрано живет не в Германии Я точно не вдавался в подробности Мне это было как-то неинтересно И вот он говорил, этот парень, что он абсолютно Абсолютный профи Не только в кроссфите, но и в обычном фитнесе И в спорте, и т.д. и т.д. и т.д. Да ему, блин, наплевать Сколько раз сделать, допустим, те же самые отжимания Те же самые подтягивания Ну и мы долго не думая Сразу им Так, стоп, 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 стоп Вот давай Вот перекладина, давай Вперед Сколько ты раз подтянешься Да раз 20 свободно Я думаю, елки-палки Ну действительно, если Хотя он под жарой Так вроде летом выглядел Сухопарый парнишка Сила должна быть И там у нас был еще один студент Ну давай Тот студент говорит, слышишь Ты говоришь, 20 раз Да нифига не вытянешь То есть я вытяну 20 раз А ты сколько Ну, может быть тоже раз 20 Давайте В общем, студент подвесился Студент едва-едва Подтянулся 4 раза Едва подтянулся 4 раза Этот начал с него смеяться И мы с ребятами говорим Ну хорошо, давай посмотрим Как ты это делаешь И вот он подвесился на перекладину Вы не поверите Это человек, который сказал Что ему Раз плюнуть 20 раз подтянуться на турнике В общем, он подвесился На перекладину И как вареный макарон Полтора раза подтянулся И упал Ну, с него, естественно Все начали смеяться Не издеваться Именно смеяться И тут он разворачивается Злобно так и ко мне А ты вообще жирный кабан Ты ни разу не подтянешься Давай, мол, подтянись Ну, блин Не знаю Может подтянулся Может нет Подвесился на турник И спокойно Широким хватом Делаю 15 раз Он затыкается На моего коллегу На Сандро А ты вообще жирдяй Ты вообще ни разу не подтянешься Сандро подвешивается на турник Поворачивает голову к нему Сколько раз сделать Говорит, 10 хватит То хотя бы 3 раза Сандро спокойно Тоже широким хватом Подтягивается 12 раз Спрыгивает и говорит С тебя будет достаточно В общем, этот парень Он турок По национальности Этот парень Потом ходил Несколько дней Как в кипяток Опущенный Потому что Ну, как так Ну, вот он, блин Вроде бы Сказал Что он, типа, крутой В фитнесе Крутой в спорте А слова Не соответствуют Действительности Это я говорю К тому, что Очень многие люди Особенно вот Среди вас молодых Да, я знаю Что вот У меня по аналитике 30% всех посетителей У меня на канале Это молодежь От 20 до 30 лет Так вот Среди вот этих людей Которые ко мне на канал Забегают И будем говорить В частности О моем канале О моих выкладках Смеются над тем Что, допустим Я там С гантелями занимаюсь Смеются над тем Что я по груши Колочку Пытаются как-то Меня поддеть Вы знаете Мне то, что вы пытаетесь Меня поддеть Абсолютно до одного места Ваша проблема В том, что вы пытаетесь Сидя у себя дома На диване В кресле Где угодно Перед компьютером Или сотым телефоном Вы пытаетесь Найти изъян В тех людях Которые занимаются И не ищут Изъяна в вас Потому что Тем людям Которые занимаются Абсолютно наплевать На вот этих вот Экспертов Диванных И подушечных Вот этих вот Спецназовцев Которые ни черта В жизни не умеют Не то, что подтягиваться Не даже Не знают С какой стороны Подойти к гантели А те люди Которые действительно Занимаются Они никогда Не будут Друг друга унижать Это я вот Просто Чисто вот так Вот спонтанно Мне сейчас Почему? Потому что Буквально Вот недавно У меня На канале Под одной Из моих Коротышек Заявился Некто Некий Скажем так Как они себя Любят называть Метросексуал Я посмотрел У него На канале Его видео Естественно Он себя не показывает Видео Но он Таким Крутым Голосом Таким деловым Понимающим Всю жизнь Голосом Возмущается Против своих Знакомых И так далее Так вот Такой вот Метросексуал Залез ко мне На канал Увидел у меня Пару коротышек И понаставил мне Миллиард Смешных Вот этих лайков Со слезками Типа блин Какой же ты Убогий И так далее Ну это ребятки Это Это ваше мнение Обо мне Это ваше мнение Это вы живете С этим мнением А не я Я то знаю Какой я Я то знаю Чем я занимаюсь Как я занимаюсь Чего я могу Чего я достиг За свою жизнь А вот вы Раз вы так пишете Что ты убогий Так ребята Есть хорошая фраза Когда то я ее Одному парню сказал И с тех пор он Несколько раз Ему повторял ее И с тех пор Он эту фразу Запомнил И уже передает ее дальше Прежде чем Кого то унизить Подойди к зеркалу И скажи то что ты хочешь Ему Сказать в глаза Скажи это себе В зеркало Допустим Подошел К зеркалу Уставился Хочешь ты кого то Оскорбить Скажи ему Ты такой Ты сякой И т.д. И посмотри На свою собственную реакцию Это действительно Очень хорошо Помогает человеку Понять Что в первую очередь Он выглядит Скажем так Он выглядит У Бога Он выглядит Как человек Не развитый Не интеллектуально Не культурно Вот и все А то что Я могу конечно Отключить эту функцию Комментариев Но тогда люди Которые действительно Заходят ко мне на канал Почитать комментарии Посмотреть видео Допустим Поделиться своим мнением Они будут лишены Возможности Оставиться И нормальные комментарии Поэтому такие функции Вот как вот Отключение комментариев Или ограничение Комментариев По каким то там Фильтрам Или правилам Я у себя Этого не делаю Не делаю Сейчас скажу Для чего Чтобы все Те люди Которые нормальные Умные Заходят ко мне К примеру на канал И смотрят у меня Видео Комментируют эти видео Чтобы они видели Что помимо них Заходят на канал Еще вот Различные Скажем так Клоуны Недоучки Неумехи Которые кричат Что они Имеют Лицензии Тренера По цигун Международного образца Это мне Один товарищ Ответил На вопрос Имеет ли он Медицинское образование Там у меня был Как раз Один видеоклип И вот этот человек Зацепился со мной По поводу Того что я там В этом клипе показываю Я говорю Хорошо Чтобы вот такое Утверждать Нужно иметь Хотя бы Начальное Медицинское образование У вас есть Медицинское образование Человек начал Мне нести чушь Что он тренер По цигун Я говорю Извините Я говорю Вы меня наверное Неправильно поняли Я вас спросил Я вас спросил У вас есть Начальное Медицинское образование Хотя бы Спортивную медицину Вы изучали Так как я Ее изучал Этот человек Мне написал Следующее Я тренер По цигун И ушу С 90 какого-то там Года У меня Лицензия Международного образца Поэтому Я считаю Что я ответил На ваш вопрос То есть Человек попытался Перевести тему В другую сторону Но тем не менее Он остался При своем мнении В попытке Меня оскорбить И унизить Тем что якобы Он Используя Терминологию Непонятную Для него В первую очередь Терминологию Китайцев Или Из топологии Топология Это раздел Высшей математики Допустим Слово Фрактал Некоторые товарищи Используют Это слово Фрактал Обозначая Этим словом Блок Удар Локтем Удар Рукой Удар Ногой Или просто Поворот Люди Которые Не понимают Что означает Это слово Они всегда Пытаются Его как-то Применить Чтобы оно Казалось Красивее Но с другой Сторон Они выглядят Просто глупо Поэтому Ладно Я буду заканчивать Слишком много Не хочу У вас Отнимать Времени Повторюсь Еще раз Тот Кто делает Меньше вас Всегда Будет Пытаться Вас Унизить Тот Кто делает Больше вас У него Просто не будет Времени На то Чтобы вам Писать Или говорить Какие-то оскорбления Вот и все Что я хотел сказать Не забудьте Подписаться На этот канал Поделиться Видео С друзьями Оставить лайк Свой адекватный Комментарий Конечно Нажать на колокольчик Чтобы всегда Быть в курсе Событий У нас на канале Ну и занимайтесь Спортом И занимайтесь Спортом Потому что Ну действительно На площадке На спортивной Стыдно Становится Смотреть на ребят Пускай даже Двадцатилетних Или тридцатилетних Метросексуалов С огромными бородами Как у дровосеков Приходящих на эту площадку И не умеющих Даже Двух-трех раз Просто-напросто Отжаться на брусьях Стыдно Стыдно Смотреть на вот этих людей Потому что Ну блин Ну какой же ты Мужчина Если ты нифига Этого не умеешь Да Ты же должен быть сильным Ты должен быть крепким Для того чтобы уметь Постоять не только за себя Но и за своих близких С кем ты там по улице идешь Вот такие вот дела Ладно Всем удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok